Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и у нас время экспериментов. Что мы сегодня будем с вами делать? Будем сегодня с вами краситься. Мне очень нравится тот цвет, который получился после последней покраски. Я хотела бы его оставить, но он смывается. У меня половина волос вот досюда уже русые, а здесь остался красный отлив. Ну, не гоже так ходить приличной женщине, да? Поэтому мы с вами будем краситься. Краситься мы будем профессиональными красочками в этот раз. Это Эстель. Эстель Профессионал. Я хотела взять Делюкс, но оттенок, который я хотела, нет. 6,76 и 7,76 пополам. Очень красивые оттенки мне понравились. Хочу их миксануть. Я вам вставлю, как они выглядят, если найду в интернете палитру, как эти оттеночки выглядят. И взяла окислитель полторашку. Всего лишь вот такую бутыль огромную. В общем, активатор у меня полторашечка из серии Делюкс. Я взяла, потому что только в Делюкс была полторашка. А вот краски Делюкс не было вот в таком оттенке, к сожалению, какой я хочу. Взяла сразу большую вот такую бадью, потому что не хочу больше краситься на высоких оксидах, волосы жечь и так далее. У нас один к одному мы будем с вами замешивать, но это чуть позже. Пока я хочу немножко смыть вот эту красноту чуть-чуть еще. Вам, наверное, камера плохо передает, но вот досюда, видите, уже цвет русый. А вот здесь красный. Ну, некрасиво совсем. Я буду делать смывкой, про которую у меня есть видео, которое, кстати, очень много просмотров набрало. И девочки, многие писали, что им помог этот способ. Я взяла спирин от стилсилициловую кислоту обычно. Вот она. Многие писали, что не растворяется. Девчонки, сейчас много подделок. У меня, видите, все растворилось. Много подделок. Если таблетка не растворяется в воде, значит, это мел. Значит, это таблетка не рабочая. Вот, видите, все в кашу растворилось. Немножко водички холодной добавила, и все вот растворилось. Сюда я буду добавлять масло. Кокосового у меня сейчас нет. У меня есть репейное. Вот такое маслице аптечное, чисто репейное. В тарелочку дожму эту бутылочку. Все. Вот у нас с вами маслице репейное. И сюда же я сейчас масочку для волос добавлю. Питательную. Питательная масочка нам именно нужна. У меня вот такая вот от Леката. Хорошая маска, кстати. Немножко подсмоем цвет, а потом уже будем краситься. В принципе, так смылся на корнях, только держится. Вот сколько у меня получилось. Но тем не менее. Так что, девчонки, если у вас аспирин не растворяется, значит, это подделка. О, замешала вот такую консистенцию. Сейчас все это дело нанесу на волосы и похожу так немножко. А потом уже нам нужен будет, чтобы все это дело смыть, очищающий шампунь по типу Head & Shoulders у меня нет. У меня есть шампунь мужа, только клея Витабе. А, есть у меня еще ботаника для жирных волос. Вот им можно смыть хорошо. Берликовский. Все, все размешала. Сейчас нанесу. Все, девчонки, нанесла, заколола. Как следует прям, чтобы пропитались волосики хорошо. Аспириновые маски, кстати, они очень хорошо чистят волосы. Они раскрывают чешуйки и удаляют из структуры волосы пигмент. Я вот этот способ вообще посмотрела у одного мастера. Такого, достаточно известного, да, салонного. И даже некоторые мастера к такому способу в салонах прибегают. Поэтому мне очень нравится. Я уверена, что сейчас подсмоется вот эта немножко краснота. Сейчас немножко похожу, так? Ну, не немножко, полчасика, наверное, точно. Похожу. Смоем и посмотрим. Ну что же, девчонки, смыла масочку. Не обращайте внимания, мне эта машинка стирает вечно по стирушке. Вода прям красная была, хотя в предыдущую помывку волос она уже не смывалась. Поэтому берите способ на заметку аспириновый. Так, я сейчас пока волосы размотаю. Вот. По результату, ну, конечно, корни остались красноватые, потому что они у меня были отросшие. И так красочка хорошо смылась. Масочка напитала, волосики блестят. Так, сейчас будем с вами краску разводить. Я вам название не сказала. 6,76 это... Где здесь назвать? Темно-русый, коричнево-фиолетовый. Они такие достаточно темные были в палитре. Так, а 7,76 это русый, коричнево-фиолетовый. Значит, темно-русый и русый, коричнево-фиолетовый. Вот так. Две краски. Сейчас с вами набодяжим. По-моему, тут перчаток нет. Надо еще перчатки искать. Угу. Приготовила мисочку. Открываю. Так, первый у меня какой? Какой взялось? 7,76. И в мисочку выливаю. С таким фиолетовым оттоном, темные волосики, хотя я смотрела как бы отзывы на эти цвета, на рекоменды, да, там можно посмотреть, когда на светлую базу. Очень красиво, кстати, получается. Благородно. У меня достаточно темная база. Не знаю, что получится. Нет, я приблизительно представляю и мне нравится то, что я представляю. Надеюсь, так оно и будет. Так, одну краску выдавила. Надо мне оставить эти штучки, цвета, какие я красилась. А то... Блин, не отрывается. А то вдруг понравится и буду краситься дальше. Так, теперь вторая краска 6. 7,76. Тоже выдавливаем ее туда. Взяла побольше. Сейчас, кстати, посмотрела. Я брала в профмагазине, а на Wildberries они по 130 рублей. Эти краски, представляете? А я за все отдала в профмагазине 800 с чем-то. Я помню, что вот эта бадья, по-моему, здесь 900 миллилитров, да, как, господи, активатора, стоит 420. Значит, 400 с чем-то я отдала за две краски. Ну, подороже получается. В два раза, чем на Wildberries, да? Ну, не знаю, насколько вот качество тоже на Wildberries. Там же и подделки, говорят, бывают. Так, все руки из масла. Сейчас помою. Вот сколько краски получилось. Она пока одинакового цвета. Зачем я это сделала? А теперь нам нужно 120 миллилитров окислителя. Я взяла вот такой мерный стаканчик, уже начала лить. Один к одному мы с вами будем смешивать. Так, наверное, вот так. Во! У меня сейчас столько краски много получится. Мне кажется, на две головы хватит. Больше, не меньше, ладно. Выливаем все в чашечку. Сейчас кисточкой доскребу. Кисточку нашла раньше такого дела. Мне кажется, должен быть красивый оттеночек. Не серый никакой. Не мышиный. В общем, хочется мне, чтобы отлив все-таки на волосах был какой-нибудь яркий, красивый. Замешиваю, когда она пока не темнеет, ничего. Целая чашка краски вообще. Так много еще, наверное, не было никогда. Ну и хорошо. Сейчас заодно прикину, сколько мне нужно. Мне кажется, мне вот так полторы пачки было бы нормально. 90 миллилитров краски и 90 миллилитров окислителя. Вот пока цвет не меняется. Я забыла расческу. Пойду за расческой. Ну и погнали по проборам, собственно говоря. Не жалею краски. Тут жалеть абсолютно нечего. По проборам как следует погнали. Секретов тут никаких нет, поэтому сейчас нанесу и покажу. Намазалась. Это такой баклажанчик, мне кажется, сиреневый. Много краски осталось. Мне кажется, в следующий раз я буду брать одну пачку. Но вполне достаточно вообще, вполне просто. Я уже мазала, мазала, мазала и то вот много осталось. Пока она такая, видите, вот черешневый какой-то цвет. Мне кажется, сиреневый. Вам камера его делает немножко сиреней. Ну так, в принципе, похоже. Ну, в общем, вот такой отлив. Буду ходить полчаса, не больше. И посмотрим, что получилось. Вот такой вот уже темный цвет волос. Я, наверное, сейчас буду, мне кажется, совсем черный. Полчаса прошло. Пошла смываться. Потом посушусь. И вам покажу. Девочки, ну шик, блеск, красота. Я просто посушила феном без укладки. Что-то они так легли классно. На эту сторону. Хочешь, на другую. Я прям цветом довольна. Прям довольна на все сто. Вы знаете, у меня был похожий цвет. Вам его немножко камера сейчас краснит. Потом при искусственном свете в роликах вы увидите, как он выглядит. Он не такой на самом деле красный, как вам камера показывает. Он такой... В общем, я ходила в таком цвете. После окраски, кстати, тоже Estelle. Маской тонирующей Ятон. 6-7, по-моему, шоколад. Или 6-74, как-то так. Я недавно ее тоже брала на аптеку. Я целый год не красилась. Потому что она и седину закрашивает. Закрашивала в ней. Держится достаточно долго. Вот. И у меня был похожий отлив на волосах. Вот от нее. Надо мне уйти все-таки. Вот. Смотрите. Вот отвернула камеру. И вот уже цвет достоверней. Видите? Вот так он выглядит. Очень красивый. Мне прям нравится. Вообще я в восторге в диком. Сейчас отойду немножечко. Это в комнате уже. Он так смотрится потемнее. Ну, очень красивый. Я прям рада. Темный, да? Но красивый. Мне нравится в каком состоянии волосы. Прям я довольна. Девчонки, пишите, как вам. Вот такой отлив, знаете, шоколадно. Есть при каком-то освещении вот этот сиреневый подтон. Да? И когда я вот камеру вам отвернула на балконе. Вот там тоже был очень интересный цвет. В общем, смотря как падает цвет. Так цвет играет. Но он играет. И я поняла, что я люблю вот именно, когда цвет играет. Я именно люблю, когда он насыщенный. Ни серый, ни желтый, ни мышиный и так далее. В общем, волосы вообще классные, в классном состоянии. Еще я сейчас попробовала, девчонки, крем-блюр фаберликовский. Я вам показывала, я брала пробники. Я осталась в диком восторге. Чего вы мне не писали, что он такой крутой? Я уже столько лет фаберликов, у меня до него руки не доходили. Потому что думала, ну, как-то вред. Вообще огонь. Слушайте, я даже когда на руки нанесла, я не поняла, что за консистенция такая интересная. То есть это получается, наверное, живые силиконы. Прямо там в составе, надо посмотреть. И все, и наносишь на личико. Оно гладкое, заматированное. Куда-то упал, дорогой. Мне кажется, это лучший матирующий крем в фаберлик. Я раньше говорила, что кислородный баланс. Нет. И прям и под руками сразу силикончики такие. Он такой классный. Он моментально выравнивает. Блин, вообще не могу. Как жидкая пудра. Как жидкая, крутая пудра. Вообще супер. Запаха никакого что-то не чувствую. Как жидкая, сухая пудра и кожа на ощупь. На ощупь просто, я не знаю, попка младенца отдыхает здесь. Просто на ощупь она идеальная. И она матированная. Вот я сейчас нанесла этот крем. Чуть-чуть нанесла консилера на пигментные пятна. Только вот сюда. Слегка румяшек. Все. Больше у меня тона нигде ничего. Вот здесь вот по периметру нет. Просто идеально. Хочется к лицу прикасаться. Прикасаться мне очень понравилось. Я теперь буду, конечно, брать полную версию. Сейчас, возможно, по фаберлик лайк будет выгодно. Посмотрю. Чтобы у меня этот кремушек был. Пробника, кстати, на два раза мне хватит точно. Тут достаточно много крема. Я прям в диком восторге осталась. Так что вот такие дела, девчонки. Ну что, девчонки, я подстриглась. Это, конечно, громко сказано. Потому что стрижка заняла минут 5-10. Просто состригла кончики. Кончики и сделала ровный срез. Я хотела, конечно, по челке. Она у меня уже достаточно длинная. Но по челке было бы коротковато. Поэтому прям совсем чуть-чуть сделали с моей воли ровный срез. И это путь как бы к ровному коре. Совсем чуточки срезали, не филировали ничего. И по сути это выглядит вот так. То есть они теперь здесь ровненькие везде. Вот так мне нравится носить. Думаю, в следующий раз уже мы сделаем по челке. И будет прям вообще классно. Когда будет ровное коре, должно смотреться круто. Но мне сейчас очень нравится. Потому что они уже начали топорщиться. Я хотела после родов уже все это сделать. Но ходить с такими волосами, постоянно их укладывать. Они на утро, если сначала уложишь нормально, на утро они начинают топорщиться. Вот так вот завиваться. Мне уже не хотелось. У тебя не видите, подзавиваются на следующий день, да? Вот это вчера я бы мыла голову. Они все равно немножко, видите, подзавиваются, надо укладывать. Ну да ладно. Пока нормально. Пусть хотя бы так. Потому что, короче, я не хочу. А так уже потихонечку идем к намеченной цели. Что я хотела вам показать, девчонки. Точнее, вместе с вами протестировать. Я заказала на зоне вот такие вот щетки зубные японские. Хапика. Себе и мужу. Кто пробовал японские щетки, напишите. Мне очень интересно вообще на самом деле. Видите, тут все по-японски. Они, кстати, довольно бюджетные. Это вот мужу заказал, а это себе. Мы пользовались вот такими браун электрическими. Мне электрические нравятся больше. Но они уже пришли в негодность. Уже надо либо насадки покупать, такие уже они не очень. Вода сюда попадает, батарейки. Ну, в принципе, работает, но уже нет. Эффект совершенно не тот. Мы иногда такими чистили, иногда обычными. Но электрические, как-то, мне кажется, все равно очищают лучше. Тут фишка интересная. Ими можно чистить без зубной пасты. То есть они и так хорошо очищают эмали. Ну, по крайней мере, так обещают. В отзывах пишут. В отзывах на зоне много очень положительных. В основном все. С учетом того, что она бюджетная. Это звуковая щетка. Давайте вместе с вами откроем. На моей щеточке по-русски есть инструкция. Инструкция срок годности и так далее. Вот. Они с сонными щетинками. И здесь используется природная керамика. Какая-то японская. В описании написано. Ну, и прямо вот все хвалят, хвалят, хвалят. Говорят, крутые. Еще классно, что здесь батарейка в комплекте. У меня вот такая с заостренными щетинками. Видите? Они разной длины. И такие остренькие. Внутри должна быть батарейка. Как она в... Ой, вот тут переключатель. Смотрите на дне. Боюсь даже открывать. Батарейка получается уже внутри есть. Слушайте, очень интересно. Вот сейчас у нас с утра. То есть некоторые короткие, некоторые длинные. Такие прям остренькие. Так, он-оф. Вау. Ой, она так сильно вибрирует. Звук, кстати, тихий. Браво, но они шумят как пылесос почти. Она вибрирует. Прикольно. Вот этот выключатель, потом чпок. И все. И к ним насадки разные. О, вот смотрите, легко снимается. То есть вы можете себе какую-годно заказать. Вот эта база как бы она остается. А насадку можно поменять. А мужу я взяла вот такой в голубом футлярчике. Там была такая же в розовом, но мне такой не хотелось. Я хотела вот такую попробовать. А он попробует вот эту, и мы с ним сравним. У него щетинки одинаковые длины. Я себе специально такую взяла. Есть детские у них еще щетки. Но я только недавно ребенку купила электрическую щетку. Вот мужская. Тут уже обычная, смотрите, щетина. Не заостренная. Я себе вот именно такую хотела попробовать. Такой же переключатель. Смотрите. Прикольно. Слушайте, ну интересно, интересно. У кого были японские щетки, девчонки, напишите. Прям мне интересно. Я сейчас попробую почистить без пасты. Ну и посмотрим. Сейчас после ночи у меня есть налет на зубах. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну прикольно. Я ее чуть смочила по инструкции, да, так нужно. Потому что вот эти ионы, они как-то взаимодействуют с водой, создают потом антибактериальный эффект. Классно. Эмаль вообще до скрип очищена без пасты. Круто, если так вообще. На самом деле. Пасты мои. Какая бы она чудесная, потрясающая паста ни была, она все равно стирает эмаль. Еще знаете, что здорово? Они подходят для винир, имплантантов, коронок, все что угодно. У меня здесь три винира передние. И виниры не любой щеткой можно чистить, на самом деле. Но я имею в виду такие звуковые, электрические и так далее. Здесь написано подходит. Мне понравилось. Она прям блестит, как отполированный эмаль. И налет весь убрался. Хорошо, что я взяла вот такую вот с заостренными щетинками. Потому что я прям чувствовала, как между зубов все вычищается. Очень хорошо проникает. Но и десна не травмирует. То есть ничего. Где задевала, заходила на десна, как бы, ну, все комфортно, все нормально. В этом плане. Поэтому я довольна, слушайте. Интересная очень такая щеточка. Прикольно. И вибрация такая сильная, но звук не сильный. То есть вы с утра даже никого такой щеткой не разбудите, допустим. Если у вас спят, вы собираетесь. Мне понравилось. На ощупь прям языком проводишь эмаль. Очень гладко. Посмотрим. Понаблюдаю, как будет скапливаться в течение дня налет на зубах. Несколько, конечно, потестирую. Потом вам, возможно, отзыв в Инстаграм тогда на эти щеточки накатаю. Пока мне очень нравится. Прям так здорово. Ощущения приятные. Так что, кому надо такое счастье, я вам ссылочку, конечно, оставлю под видео. Можете пройти, посмотреть, ознакомиться. Отзывы там прям хорошие. Мне захотелось потестировать, с учетом того, что она бюджетнее, чем вот эти вот другие электрические зубные щеточки. Вот. Ну, все, мои хорошие. На этом влог буду заканчивать. До следующих видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Че?